Фотографическая индустрия пришла в тупик. В предыдущей модели было 599 точек фокусировки, теперь их 950 точек. Кому это надо? Почему M9? Потому что она CCD-матрица. Обзорщики постоянно, когда выходит новая камера, они говорят, вот здесь не было, вот это вот, вот тут появилось. Ну, конечно же, лучше эту брать, потому что здесь этого нет. А никто не задается вопросом, нужно ли это вообще в принципе. Они сделали в ней 50 мегапикселей. Вот зачем эти 50 мегапикселей? Эта вещь нужна для профессионала. Но одесситки, которые публикуют фотографии в инстаграме, 50 мегапикселей не нужны. Понятие, как морально устаревшая камера. Непонятно, кто эти морали устанавливает и для кого они. Возможно, если вернуться к CCD-матрицам сейчас, пересмотреть их, можно сделать что-то новое, а не, знаете, размазывать кашу по столу с этими ЦМОС-матрицами, которые уже пришли в некие пределы, они уже не знают, что с ними делать. Ничего нового все равно не получается. Приветствую всех на канале BigGunsFotos. Сегодня я предлагаю поговорить о такой вещи, о насущном. О том, что фотоиндустрия, как вы могли бы заметить, за последние года, по моему мнению, пришла в тупик. Знаете, то есть последние, последние годы мы видим, что выходят постоянно новые камеры у главных брендов, особенно таких, как Sony, например, Nikon, Canon и так далее. Но, по сути, ничего не меняется. То есть добавляется, ну, например, в предыдущей модели было 599 точек фокусировки, теперь их 950 точек. Кому это надо? То есть, в принципе, вот, например, у меня Nikon D4s, у меня есть Nikon D5, тут, если я не ошибаюсь, в D5, там, кажется, около 500 точек фокусировки, я пользуюсь одной. И я думаю, что таких большая часть. Безусловно, есть фотографы, которые фотографируют, поливают 20 кадров в секунду, фотографируют, не останавливаясь на ходу, да, там, какие-нибудь love stories, там, свадьбы или еще что-то такое, да, и им нужен вот этот следящий фокус, и чтобы он был на всем экране, и чтобы там этих 900 точек было. Но мне кажется, что разница между 500 и 900 точками не особо большая разница. Или то, что наконец-то в новой камере, там, например, там был обзор Nikon Z6 или Nikon Z7, Nikon Z6-2, Nikon Z7-2, теперь, наконец-то, он фокусируется не только на глазе человека, но еще на глазе животного. Вот это вот было крайне необходимо нам, да. Или, например, новая лейка Q2, которая вышла вот на этой неделе, Q2 монохром, прошу прощения. Я спрашиваю, пишу в официальную лейку директору мюнхенской лейки, лейки Store, и спрашиваю, в чем же разница, то есть параметры почти одни и те же. Он говорит, нет, ничего подобного, это совершенно другая камера. Я говорю, в чем? Он говорит, ну вот здесь, там, в предыдущей было 50 тысяч ISO, теперь 100 тысяч ISO. Я говорю, я и 50 тысяч никогда не пользовался, выше, там, 6400 никогда не поднимал ISO, и то. Крайне редко, да, при том, что там светосильный объектив 1.7 или 1.9. То есть, что поменялось? Он говорит, ну как же, это же монохром, там же 14 бит, динамический диапазон. Я говорю, в лейке M246 было не 14, а 16 бит. Ну, то есть, это сделали даже хуже. Они сделали в ней 50 мегапикселей. Вот зачем эти 50 мегапикселей? Вот скажите, пожалуйста. Вот, например, Nikon D4S, да, здесь 24 мегапикселя или 22... Нет, 18, 18, прошу прощения, это в Nikon D5 24 мегапикселя. Этого достаточно. В Nikon D850 сделали 42 мегапикселя. Зачем? И что сделать с этими 42 мегапикселями, непонятно. Точнее, понятно, что есть фотографы, которым нужно много мегапикселей. Помните, раньше, когда был еще лет 10 назад или 15, говорили, что у Хасел Блада, у них есть 50 мегапикселей, задники были 100 мегапикселей, 200 мегапикселей, 400 мегапикселей. И это на тот момент было равно количеству тысяч долларов, сколько стоит эта камера. И если у тебя там 400 мегапикселей, ты обязательно должен ехать на фотосессию на вертолете. Лететь в смысле. И да, согласен, для этих людей это нужно. То есть человеку нужно 100 мегапикселей, чтобы на небоскреб разместить фотографии. Для рекламы, коммерческая фотография. Да, тут все понятно, но это Хасел Блада, это средний формат. Эта вещь нужна для профессионала. Но одесситки, которые публикуют фотографии в Инстаграме, 50 мегапикселей не нужны. Фотографу, который... Сейчас большинство фотографов, вообще фотография, она в большей части используется в интернете. В интернете не нужно такое количество мегапикселей. Там и 10 мегапикселей достаточно. Вот смотрите. Вот это вот старый Nikon T200. Когда-то это была топовая модель. У Nikon здесь SSD матрица. И здесь 12 мегапикселей. С головой. Где угодно, кроме огромных форматов, реально огромных, не нужно. То есть, по сути, нам фотографические бренды предлагают, как бы, постоянно какие-то новшества, которые никому не нужны. Но обзорщики постоянно, когда выходит новая камера, они говорят, вот здесь не было, вот это вот, вот тут появилось. Ну, конечно же, лучше эту брать, потому что здесь этого нет. А никто не задается вопросом, нужно ли это вообще в принципе, да? Как с количеством мегапикселей, с количеством фокусировочных точек. И, например, когда мы говорим о фотомагазинах, которым, безусловно, нужно продавать фотоаппаратуру, иначе они там, скажем так, обанкротятся и так далее. Появилось такое понятие уже, в принципе, несколько лет, я часто слышу, во всяком случае, может, оно было и до этого, как понятие, как морально устаревшая камера. Непонятно, кто эти морали устанавливает и для кого они, собственно, распространяются. Вот, например, Nikon D200, да, это морально устаревшая камера по понятиям вот такого рода там людей, да? Почему? Как они аргументируют это? Здесь 12 мегапикселей, то есть, по сравнению с этой камерой, например, она морально устаревшая. То есть, здесь 18, здесь 12, уже морально устаревшая, да, там, я не говорю уже о D850, где 42, тут 12, вообще не о чем говорить, какой-то детский сад, ну, по логике этих людей. А то, что мне, например, это не нужно, или там другим фотографам, или нужно там крайне редко, это другой вопрос, но она морально устаревшая. А я говорю, да, она медленная. Ну, да, понятно, если сравнивать с этой камерой, она достаточно медленная, да, понятно, что эта камера снимает там 18 кадров или 20 кадров в секунду, это не может снимать, это там 3 кадра в секунду снимает. Я не могу там, вот, как я говорил, поливать 20 кадров в секунду, фотографировать, не останавливаясь на ходу, делать 3000 кадров за 5 минут, да, не могу. А надо ли это? То есть, мы забыли о том, что фотография немножко, это про другое, да, раньше фотографы, ну, вот, например, Alayka M3, великолепная камера, я, честно, я бы ни на что больше не снимал, снимал бы только на эту камеру. Это самая лучшая вообще камера, по моему мнению, Анри Карти Брессон всю жизнь снимал на M3 с одним объективом 50 миллиметров. И здесь всего 36 кадров, 36. Она не может стрелять, как это, да, то есть вам нужно снять, взвести, снять, взвести, да, то есть это все равно время. Как-то справлялись. И вот давайте вернемся к теме, что фотографическая индустрия пришла в тупик, что им, они уже не знают, что придумывать, что нового, да. Все цвета матриц, да, цвета там обрабатывающих механизмов процессоров, они тоже стали примерно, ну, похожие. Понятное дело, что они там немножко отличаются, понятно, что Leica отличается от Sony и от Nikon, да. Ну, примерно, вот оно какое-то, знаете, говорят, что вот оно все-таки стало пластмассово-цифровое. И в связи с этим мы можем все это наблюдать. Последние несколько лет фотографическое сообщество начинают снимать на пленку. Когда появилась цифра, все бросили пленку, типа вот это все уже устаревшее, да, перешли на цифру и давай, скажем так, снимать на цифру. Сейчас потихоньку все меняется, да. И это говорит о том, что фотооборудование пришло, фотоиндустрия пришла в тупик. И если многие говорят, что вот там цифра скоро умрет, мы вернемся все к пленке, я не думаю, что это так, потому что мы все-таки живем в цифровом мире, да, и нам нужен там каждый день контент в соцсети. И не только нам, я имею в виду вообще, там, обыкновенным людям, бизнесу нужен контент. Так или иначе, пленка, она немножко медленнее, да, а контент нужен сейчас. И что же делать? И вот если вернуться немножко в историю развития фотооборудования, фотографий, фотоаппаратов, в определенный момент, в конце 90-х, в начале 2000-х, когда зарождалась только цифровая фотография, было два пути. У фотоиндустрии было два пути. Пути эти были обусловлены двумя типами матриц. CCD и CMOS, да, вот здесь у нас вот два Nikon, например, в этом Nikon CCD матрица, в этом Nikon CMOS матрица. И до определенного момента большую часть фотоиндустрии, да, инженеры уделяли внимание CCD матрицам. И большая часть на тот момент, там, до 2010-2012 года, большая часть камер была с CCD матрицами. Потом резко оборвалось это все, и фотоиндустрия перешла на CMOS матрицу. Я не буду здесь объяснять, в чем разница CCD матрицы и CMOS матрицы. Я думаю, что если вы вобьете в YouTube CMOS vs CCD, вы там все поймете, вам и физические понятия, и не только физические понятия, и картинки можно посмотреть. Я думаю, что вы сможете разобраться и без меня. Если взять CCD матрицу, если вот взять, прийти в какой-нибудь фотомагазин или фотоклуб и спросить, вот особенно у старого фотографа, какую бы лейку ты себе хотел бы, вот, ну, например, у него есть камеры, да, основные, с которыми он работает. И вот спросить, какую бы лейку ты себе еще хотел бы, 80% сказали бы обязательно M9. Почему M9? Потому что она с CCD матрицей, потому что она дает великолепные цвета, она дает сумасшедший динамический диапазон, да. Мы сравнивали с директором лейки, лейка 100 монохром, Мюнхен, на вот таком большом, большущем экране, две лейки монохром M246, у которой CCD, CMOS матрица, и лейка монохром M9. И вот мы сравнивали две одинаковых фотографии, он фотографировался, штатива, там какой-то был пейзаж, и он говорит, посмотри, M9 лучше, чем M246. M246 была более поздняя модель, то есть более как бы новая, скажем так. Он говорит, смотри, на M9 больше детализация, больше динамический диапазон, больше градация тонов. Но при этом все равно начали выпускать лейки с CMOS матрицами, да. Если вы посмотрите, сравните вот цвета CCD матрицы и CMOS матрицы, CMOS покажется вам такой, она, да, понятно, насыщенная, красивая, но она более пластмассовая. А CCD матрица, она больше похожа все-таки на пленку. Она больше похожа на пленку, именно не просто на пленку, а вот, по моему мнению, больше всего она похожа именно на кодок, на кодохром. Я не буду вам рассказывать и объяснять, что это за пленка, вы можете взять, вбить в гугли и посмотреть. Но вам достаточно, например, вспомнить, например, Стива Маккари, он снимал только на кодок кодохром. И он снимал до самого конца, то есть в 2009 году кодок перестал выпускать кодохром, и после этого он перешел на цифру. То есть он снимал до самого конца, пока не перестали производить его пленку. И вот CCD матрица, она вот максимально похожа на вот эту вот самую пленку. А нужно сказать, что если вы посмотрите на фотографии Стива Маккари, они очень красивые. И с точки зрения цвета, и понятно, что дело, что он грамотный фотограф, но при этом сам как бы надо отдать должное той пленке, на которую он снимал. И вот CCD матрица, она очень похожа. Почему же тогда в таком случае, если она лучше, эта CCD матрица, почему все перешли на ЦМОЗ? Потому что тогда позиционировали это так, что камера матрица CCD ограничена в, на тот момент тех технологий, она ограничена в крайней точке чувствительности ISO. То есть вот, например, здесь максимум 1600 или 300-200, ну 3200. Например, вот сейчас буквально на этой неделе приехала долгожданная камера Phase One с матрицей на минуточку 6х4,5. Все среднеформатные камеры, сейчас у того же Хасиблада, у Fuji, у Pentax, они все с матрицей 3х4 сантиметра. Здесь 6х4,5, то есть она равна пленочной среднеформатной камере. И в ней CCD матрица, и у нее ограничение ISO 800, при этом у нее 60 мегапикселей. То есть это вот следующий пункт, о котором говорили, почему перешли с ЦМОЗ на CCD, с CCD на ЦМОЗ, потому что там вроде бы ограниченное количество мегапикселей. Ограниченное количество мегапикселей, то есть, например, в лейке M9 было, это вот последняя, следующая была уже ЦМОЗ, M240, в ней было 18 мегапикселей. Да, вот здесь 12. Ну, например, вот Phase One, в ней 60 мегапикселей. Да, при том, что последний Хасиблад среднеформатный, в нем всего лишь 50 мегапикселей. То есть там больше. Да, мне сейчас объяснят математики, что, ну, конечно, здесь же матрица-то больше. Если сложить там столько, сколько помещается 35-миллиметровых CCD матриц M9, да, 35-миллиметровых, а в 6х4,5 так и получится 60 мегапикселей. Да, безусловно. Но, может быть, оно так и должно быть? Может быть, профессионал, да, которому нужно 60 мегапикселей, который будет размещать эти фотографии на небоскреб, ему и нужна такая камера, как Phase One, с таким размером матрицы, с такой детализацией, с таким динамическим диапазоном, который может предоставить матрица такого размера, профессиональная. А не девочки, которые снимают в Instagram, у которой камера с такими же 50-мегапикселями. То есть, возможно, это разумней. И к чему я веду? Я веду к тому, что, вероятнее всего, то есть тогда, когда прекратили CCD матрицы продвигать эту технологию, исследовать ее дальше, улучшать, и перешли на ЦМОЗ, тогда были технологии другие. Сейчас они совершенно, совершенно другой уровень технологий. Да, искусственный интеллект, там, и так далее, и так далее. Но сильно продвинулись технологии фотографические. Возможно, если вернуться к CCD матрицам сейчас, пересмотреть их, можно сделать что-то новое, а не, знаете, размазывать кашу по столу с этими ЦМОЗ матрицами, которые уже пришли в некий предел, и они уже не знают, что с ними делать. Ничего нового все равно не получается. И, возможно, той же Лейке, например, стоит сделать М9 новую, да? М9 какой-нибудь, Р, П, да, как они любят это делать. Возможно, нужно вернуться к старым технологиям и к старым навыкам фотографии. Вот такое вот мое предложение, что и, наверное, обращение к главным брендам, скажем так, фотоиндустрии, особенно к Лейке. Я очень люблю Лейку, и хотел бы, чтобы, например, если уж возвращаться к старой вот этой технологии CCD матриц, то было бы здорово, конечно, чтобы Лейка первая вернулась к этому, потому что она всегда была не такая, как все. И вот представьте себе новую камеру с современным процессором, с хрен с ним, с 900 точками фокусировки, да, на CCD матрице, да? Со всем фаршем, который сейчас существует на CCD матрице, и с достаточным количеством мегапикселей. Возможно, при современных технологиях можно вытянуть и больше 18 мегапикселей на 35 мм, а может быть, и сделать побольше матрицу. И вот представляете себе, насколько это вот будет отличаться от всего того, что существует сейчас, да, то есть настоящие естественные цвета, красивые. И, возможно, это будет каким-то таким новым шагом, новой веткой для развития фотоиндустрии, и, возможно, фотоиндустрию это куда-то выведет на новый виток. И уведет это с того тупика, в который она пришла сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok